Уважаемые коллеги, я благодарю за предоставленную возможность сообщения, посвященную экспорту медицинских услуг и возможностям, которые существуют на сегодняшний день для онкологических диспансеров. Развитие медицинского туризма в Российской Федерации обусловлено естественно экономическим потенциалом и государственной поддержкой. В настоящее время реализуемый национальный проект здравоохранения, среди прочих целевых показателей, устанавливает увеличение объема экспорта медицинских услуг до 1 миллиарда долларов США в 2024 году. Отчего же мы отталкиваемся при оценке данного потенциала? К сожалению, на сегодняшний день официальная статистика отсутствует, поэтому данные мы можем получить лишь из открытых источников, соответственно их статистическая достоверность сомнительна. Но в любом случае они дают предварительную картину. По имеющимся данным в открытых источниках на 2017 год с медицинскими целями в Россию приехало около 120 тысяч иностранных пациентов, но в 2018 этот показатель уже достиг 300 тысяч. В денежном выражении, по данным экспертной группы Ранхиз, это было оценено как порядка 10 миллиардов рублей и 15 миллиардов рублей в 2016 году. Что можно сказать? Что большинство приезжающих пациентов это, конечно, граждане стран ближнего зарубежья и стран СНГ. Но все же отмечается интерес среди жителей Китая и Южной Кореи. Эти пациенты приезжают в основном в Сибирский федеральный округ, но в связи с географическим фактором. В то же время есть интерес у граждан Японии, Вьетнама, Израиля, а среди европейских стран отмечаются Германия, Дания, Финляндия и Швеция. Какие направления популярны среди иностранных пациентов? В первую очередь это травматология и ортопедия, офтальмология, репродуктивная медицина, процедура иконы более популярна среди граждан Израиля, стоматология, нейро- и кардиохирургия. По привлекательности медицинского туризма Россия занимает пятое место, но этот потенциал основан не только на низком курсе рубля, что позволяет иностранным пациентам экономить до 80% при получении медицинских услуг в России, но в том числе и быстротой и качеством оказания предоставляемых услуг. Это основные критерии, на которые ориентируется пациент при выборе страны получения медицинской услуги. К сожалению, реализация потенциала высокого, занимает лишь 59 место, поэтому для кардинального изменения сложившейся ситуации был запущен федеральный проект развития экспорта медицинских услуг. Какие цели для себя ставит федеральный проект? Безусловно, это создание и развитие механизмов и условий, обеспечивающие рост экспорта медицинских технологий, создание дополнительных источников финансирования. Среди задач отметим это разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных, как я уже отметила, официальной статистики на сегодняшний день нет. Разработка и внедрение программы информационных мероприятий, повышение информированности иностранных граждан о доступных в России медицинских услугах. Также разработка стратегии и методологии для медицинских организаций. Для решения поставленных задач был сформирован координирующий центр по реализации данного проекта. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить сотрудников координирующего центра за помощь в подготовке презентации. И в зале присутствует специалист по международному сотрудничеству Ксения Константиновна Крюкова. Если у вас будут вопросы, она сможет прокомментировать. Целевыми, основными показателями федерального проекта является увеличение количества проличенных иностранных граждан к 2024 году до 1,2 млн человек. На чем же основываются такие показатели? По существующим прогнозам, рынок медицинских услуг будет в ближайшие 10 лет расти не менее чем на 25% ежегодно. А по прогнозам Всемирной ассоциации здравоохранения, через несколько лет медицинский турист станет одной из главных отраслей в мировой экономике. Так что поставленные амбициозные цели вполне могут быть достигнуты. К вопросу реализации мероприятий федерального проекта. На сегодняшний день уже утвержден 71 региональный паспорт по экспорту медицинских услуг. К сожалению, по тем или иным причинам 14 регионов не принимают участие в федеральном проекте, но я надеюсь, что в скором времени их количество сократится. Обращаясь к теме онкологии, хочу отметить, что в настоящий момент в некоторых региональных программах диспансеры уже отмечают свое участие в пилоте данного проекта. В частности, это Волгоградская область. Какие же существуют основные барьеры для развития экспорта медицинских услуг? Безусловно, это низкая информированность иностранных граждан о возможностях получения медицинских услуг. Часто даже существует некая отрицательная картина качества работы отечественных медицинских центров. Но здесь может быть полезна единая рекламная кампания на территории тех стран, которых затрагивают наши интересы. И создание какого-то единого интернет-ресурса, как минимум англоязычного, который будет агрегировать все доступные на сегодняшний день для иностранных пациентов медицинские услуги. Ну и, безусловно, развитие системы продвижения этих услуг. Дальше коммуникационные барьеры. Ну, безусловно, это низкие языковые компетенции медицинских специалистов. Даже не все наши медицинские организации имеют англоязычную версию официального сайта. Говорить про штат переводчиков, англоязычные колл-центры, но это единичные случаи. Отсутствие доступной инфраструктуры. Это, конечно, не только вопросы проезда и проживания. Безусловно, это сложности, связанные с получением визы для иностранных пациентов. Это низкий уровень околомедицинского сервиса. Отсутствие системы взаимодействия с западными страховыми компаниями. Пробелы, существующие в государственном регулировании данной отрасли. Для некоторых пациентов также отрицательным моментом является отсутствие системы страхования профессиональной ответственности медицинской организации. Ну и последний момент, на котором я хотела бы остаться поподробнее, это система сертификации. Немаловажным фактором в принятии решений пациента о выборе той или иной медицинской организации является наличие у данной организации международных сертификатов, знаков качества, рейтинг которого ему понятен. Если мы перейдем к вопросу системы менеджмента качества, то практически все системы сертификации основываются на стандартах ИСО. Стандарт ИСО 9001 был адаптирован и переведен на русский язык и, соответственно, утвержден приказом. Есть много материалов в открытом доступе по поводу этого стандарта, подробно я на нем останавливаться не буду. Основной принцип – это его планируй, делай, проверяй и действуй, то есть грамотно поставленные цели, мониторинг исполнения процессов, выполнение этих процессов, также коррекция результатов – это основные положения. Какие преимущества дает использование системы менеджмента качества? Безусловно, это четкое выстраивание процессов организации, это распределение внутренних ресурсов и ответственности, создание возможностей для повышения удовлетворенности пациентов в нашем случае. И, безусловно, это повышение имиджа организации, которая демонстрирует приверженность международным стандартам, высоким требованиям качества. Решение об участии в системе менеджмента качества – это стратегическое решение руководителя, он должен быть неизменным лидером и показывать свою приверженность в отношении данной системы. Как я уже сказала, в основном все сертификации в своем принципе основываются на базовых подходах стандарта ИСО. По поводу медицинского туризма существует много систем, но я остановлюсь на нескольких из них. Наиболее, наверное, крупная – это международная сеть сертификации IQ.NET, которая объединяет порядка 37 стран, имеющих наиболее развитую систему сертификации. И далее система сертификации TEMOS – это с 2010 года активно действующая организация, которая в основе своей системы сертификации руководствуется результатами исследования, проведенными среди пациентов, выбирающих международные медицинские организации. То есть их опросили, какие требования они предъявляют, какие качества нужны медицинской организации, чтобы был выбор сделан в их пользу. И переходя к онкологии, как наиболее сложной системе, как требующей много мультидисциплинарного подхода, взаимодействия с разными структурами, я хотела бы представить опыт сертификации, проводимой Немецким онкологическим обществом. Это некоммерческая организация, которая объединяет порядка 8 тысяч экспертов, и основной целью это является повышение качества онкологической помощи. Опыт данной организации наиболее адаптирован для онкологических диспансеров, и я попрошу свою коллегу, госпожу Элен Грисхаммер, поподробнее рассказать, как проходит процесс сертификации Немецким онкологическим обществом. Большое спасибо за предложение выступить с программой сертификации Немецкого онкологического общества. Уже была ответена наша основная цель – это обеспечить высокое качество ухода, для лечения, для онкологических пациентов, и таким образом мы делаем качество нашего ухода прозрачным и сравнимым между различными больницами, регионами и также между странами. И сегодня я бы хотела рассказать вам вкратце относительно нашей программы сертификации, как мы ее начали исполнять, какие критерии мы должны соблюдать и каким образом организуется аудит, и в конечном итоге, как сертификация улучшается и улучшает качество ухода за онкологическими пациентами. Отправной момент для программы сертификации – это исследование, которое было проведено в Евросоюзе, которое показало, что существует большое различие в качестве ухода в различных государствах, членов Евросоюза, особенно в Германии, не было доступа к специализированной помощи, и медицинское руководство действительно не всегда выполнялось. Поэтому медицинские общества в Германии решили, что необходимо улучшить срочно качество ухода, и они прежде всего запустили первую программу сертификации «Ракомолочный жиль» в 2003 году, участвовало медицинское общество, отдельные больницы, и потом эта программа стала национальной программой в Национальном обществе «Рака Германии», и теперь говорится о том, что уход за раковыми больными должны обеспечиться в сертифицированных центрах в Германии. Как мы определяем эти сертифицированные центры? Существует сеть совместных сертифицированных междисциплинарных институтов, которые представляют всю цепочку ухода за больными. Давайте более детально рассмотрим это определение. Междисциплинарная организация – это раковые центры, вы видите партнёры, которые перечислены, они являются обязательными членами этих сертифицированных членов. Это сотрудничество не только медицинских специалистов, но также различных групп специалистов и также сотрудничества различных больниц. Сертифицированная сеть должна представить всю цепочку здравоохранения для пациента, то есть пациент находится в центре этой сети от раннего определения до диагноза, лечения, наблюдения. И все эти услуги должны быть предоставлены в этой сертифицированной сети. И есть унифицированные стандарты, процессы и советы, которые определяют руководство и управляют данными. Как я уже сказал, эта сеть может быть локализована в одной больнице, или же эта сеть может включать несколько больниц. Сертификат, который будет выдан после успешной сертификаты, служит как помощь в принятии решений для пациентов. Он гарантирует, что эта больница, эта сеть имеет высокого качества онкологическое лечение. То есть, когда пациенты ищут высококачественный ход за онкологическими больными, они будут выбирать эту сеть, как созданы эти сети. Есть, допустим, центры, которые занимаются определенными опухолями, гинекологическими опухолями, опухолиопростаты, рак молочной железы. Затем есть онкологические центры, которые охватывают различные органы и рак, который более редко встречается. В конце декабря прошлого года у нас было 968 центров, и у нас было несколько сотен центров, где сертифицированы 200 модулей, и каждый год 30 центров, в которых впервые проставлен диагноз, лечатся в наших сертифицированных центрах. В настоящее время эти центры находятся в шести странах, и существуют также центры колоректального рака в России. Наша программа сертификации, самая лучшая, самая крупная программа сертификации в Европе. Если вы более детально посмотрите на нашу онкокарту, на веб-сайте, вы увидите, где находятся наши сертифицированные центры, вы можете определить их по типу опухолей, по стране. Какие критерии необходимо выполнить для сертификации? Есть каталог требований, и есть брошюры, которые необходимо заполнять по качеству, и ежегодно необходимо представлять. И здесь есть содержание, это пример партнера по радиологии. Здесь говорится о структуре, о квалификации персонала, о техническом оборудовании, о процессах, которые используются, и также образование и повышение квалификации. Здесь вы видите, что центры должны ежегодно представлять свои результаты. Существуют различные типы индикаторов для каждого вида опухоли, примерно 25 индикаторов по опухоли и три группы индикаторов. Одна по презентации в сифер-центре, это междудисциплина сотрудничество, например, по видам опухоли, затем различные индикаторы по видам лечения, по опыте лечения, результаты операций, уровень осложнений и так далее. И один набор индикаторов, который называется индикаторы качества, которые основаны на доказательной медицине, на руководстве по доказательной медицине. И результаты по индикаторам представляют ежегодно в отчете по стандартам, и они могут быть загружены в нашу веб-сайту. Каждый центр также получает отдельный ежегодный отчет, и они видят, как они работают по сравнению с другими центрами. Поэтому это пример того, каков этот стандартный отчет. По стандартам индикатор на одной стороне представлен. Это отчет 2018 года в Центре по раку простаты. Там 135 центров и данные по 5000 пациентов. Результаты по 21 индикатору. Он показывает, как все это развивается с течением времени. Очень важно, чтобы данные, которые были представлены в этом отчете, были подтверждены. Поэтому Центры представляют свои документы, и они используют программное обеспечение, онкобокс, и также коллегия просматривает эти данные. И только после этого эти данные включаются в отчет, потому что необходимо собирать эти данные, проверяя процессы в больнице, иначе результаты не будут валидные. И ежегодно проводятся в аудит этого центра. Существует план аудита. Аудитор – это специалист-анколог, который знает, как проводить аудит. И продолжение этого аудита и число аудиторов зависит от размера сети, от размера больницы. И аудиторы должны провести технику экономического обоснования и убедиться, что данные полные. И они должны проверить информацию по центрам. И они используют случайную выборку файлов по пациентам. И они должны обсуждать вместе с центром возможность улучшения качества. В конечном итоге каждый центр получает вот этот аудиторский отчет с результатами. Получают они сертификат или нет. Там будет указана наиболее важная часть, как улучшает сертификацию, улучшает качество ухода за онкологическими пациентами. Прежде всего, создаются сети и лечат пациентов, используя опыт и междисциплинарный подход. Все работают совместно и все несут ответственность за то, чтобы не лишиться сертификата. Затем они используют руководство по доказательной медицине и оно широко применяется. И третье, качество ухода и лечения в отдельном центре по нему отчитывается при анализе вот этого ежегодного отчета и если необходимо, то ведутся обсуждения во время аудита и они улучшают, используют соответствующие меры. И таким образом мы проводим план улучшения качества в рамках сертифицированной сети по раку. Существует несколько исследований, которые также показывают, что наш подход действительно хорошо работает. Мы можем показать научные исследования, которые также говорят о повышении выживаемости и о том, что повторная резекция резко, редко делается для пациентов. Вот прием колоректального рака, это был анализ по самой крупной страховой компании, там было 6 тысяч пациентов с карциномой и уровень выживаемости был выше в сертифицированных центрах и уровень смертности был ниже. Вы можете найти источник, чтобы прочесть эту информацию. То же самое показало исследование порога молочной железы, это было исследование из регистра ракового регистра и в сертифицированном центре по РМЖ прогноз для пациента лучший, затем третий центр это рак легких, это был анализ по статистике групп в Германии, более 11 тысяч было анатомических резекций у пациентов в 15 году с раком легких и было показано, что в сертифицированных центрах неприятных событий было гораздо меньше. Большое спасибо за ваше внимание, если у вас есть какие-то вопросы, я буду здесь. Спасибо.